Я спросил подписчиков ФЛЕС в Телеграме об их зарплатах. Вот что получилось. Вопросы участвовали в основном дата-сайентисты, ML-инженеры, продакты-продект-менеджеры, бизнес-аналитики и консультанты. Все зарплаты указывались в рублях после налогов и без учета бонусов. Вопрос из зала. Какая самая большая зарплата? 1 миллион 200 тысяч рублей в месяц. Что-то мало для самой большой зарплаты, скажете вы. Вон, сын маминой подруги получает 300 кей в секунду, а это больше миллиона 200 тысяч в месяц. Хм, действительно. На что я скажу, молодец, сын маминой подруги. Очевидно, в опросе он не участвовал. Пригласите его в чат ФЛЕС, пусть там зарплатой щеголяет. Все же, абсолютное большинство людей, которых вы можете встретить в жизни в России, даже среди карьеристов и выпускников топовых вузов, зарабатывают меньше миллиона 200 тысяч рублей. Опрос показал, что медианная зарплата участника чата 230 тысяч рублей в месяц. То есть у половины опрошенных зарплата меньше 230 тысяч, а у другой половины больше. И это, конечно, люди с опытом. Так что, выпускники, расслабьтесь. На деле сразу после вуза платят меньше. И это нормально. Копнем чуть глубже. Для удобства разобьем все роли на две категории. Технари и не технари. Технари — это инженеры, дата-сайентисты, а не технари — это менеджеры, продакты, проджекты, аналитики и консультанты. Все остальные, короче. Пойдем по очереди. Сразу бросаются в глаза мощные зарплаты у технарей. Особенно у более хардкорных ML и дата-инженеров. Сын маминой подруги со мной, конечно, не согласится. Но 350 тысяч рублей у медла дата-сайентиста — это очень приятная зарплата. А если удачно устроиться в компанию в США, то получается тот же самый миллион 200 тысяч. И устроиться в США все-таки возможно. Технари в горячих направлениях в западной компании берут сильно лучше, чем не технарей. Не технарей и своих хватает на Западе. Да, но на телевидении этого добра хватает без вас. Но ведь я же еще и талантливый. Кроме того, дата-сайентисты и инженеры могут успешно расти, будучи индивидуальными контрибуторами, так называемыми, то есть экспертами. Без вот этого всей шляпы с лидерством, менеджментом, менторингом и прочими модными словами. Пили код, строй модели, эконом деньги бизнесу, богатей. Красота. Красота-то какая. Лепота. Я вижу на задних рядах, уже кто-то побежал записываться на курсы скилл-практикума Data Scientist за полчаса. Стоять! Не делайте этого! Они не платили мне за рекламу. И раз не платили, я могу с чистой совестью представить вам слона в комнате со скилл-практикумами. Джуны никому не нужны. Джуны — это свежие выпускники технических курсов без опыта работы. Их сейчас ту и вухуча, и они никому не нужны. Почему? Потому что компаниям приходится тратить время своих опытных технарей на обучение джунов на настоящих, неучебных проектах. А времени нет. Поэтому джуны после курсов сидят без работы или ищут что-то другое. Что делать джунам? Разговор отдельный, который мы вели, да и ведем, собственно, в Телеграме и на офисных часах. Присоединяйтесь. Сейчас не буду на это тратить время. Сын мамин и подруги, кстати, поделятся опытом в комментариях, раз такой умный. И в этом недостатке технических ролей кроется преимущество нетехнических, о которых я расскажу через минуту. В моей терминологии нетехнари — это все те, кому не требуется профессионально писать код или применять инструментарий высшей математики. Примеры — это управленческие консультанты, аналитики, продукты, проекты, более высокие управленцы. Главное преимущество нетехнарского карьерного трека — в него гораздо легче зайти, чем в технарский. Пример. Мой близкий друг Афанасий работал в Министерстве добрых дел 10 лет, но потом решил уйти. По какой причине он устал причинять добро — другой вопрос. Но вы догадаетесь. Вот только никуда не берут после министерства. Ни в Government Relations, ни в Management. Хотел даже учиться на FrontEnders, сайт писать, но с нуля это все-таки долго. Не верьте скилл практикуму. Плюс проклятие Джуна. Отговорил я Афанасия от этой идеи. Тут на помощь пришли стартовые не технарские эшелоны. Начальные позиции в большой четверке. Именно туда я и помог Афанасию устроиться. Тут сын маминой подруги падает в Волмара. Кошмар. Он-то за такие деньги даже в носу ковырять не будет. И правильно. Не ковыряй. Что общего у Макдональдса и большой четверки? Помимо зарплаты, я имею в виду. И то, и другое — отличная школа профессиональной жизни. Все эти люди когда-то работали в Макдональдсе, но не остановились на нем и почти достигли уровня сына маминой подруги. Так и мой друг Афанасий после полугода в большой четверке сделал переход в другой консалтинг, так называемый «второй эшелон». Здесь уже выше зарплаты, авторитетнее бренд-компании и более яркие ачивки в резюме. Тут Афанасий проработал почти год. Вопрос из зала. А почему только год? Лестница-то вон какая длинная, а наверху больше миллиона рублей в месяц. И это вовсе не конец лестницы. Ответ. Не все остаются на лестнице, так как, во-первых, увольняют, так называемый принцип «вверх» или прочь, аппарат, а во-вторых, увольняются. Кому-то надоедает консалтинг, а кто-то получает предложение поинтереснее. Так и Афанасий после года в консалтинге второго эшелона ушел проект-менеджером в технологическую компанию уровня Яндекса или Сбера. После консалтинга можно работать продуктом, проджектом, менеджером по стратегии или менеджером какого-то подразделения или функции. Каждый из этих доменов требует свои познания и навыки, но во все домены переход из консалтинга возможен. С момента ухода Афанасия из Министерства добрых дел до настоящего времени прошло три года. Сказать, что Афанасий много работал и много натерпелся, ничего не сказать. Однако он добился своего. Теперь он крутой спец на стыке бизнеса и технологий, и без хорошей работы, зарплаты выше 300 кей рублей в месяц, он уже не останется. Окей, Афанасий полуэффективный персонаж. Это не один человек. Его образ составлен из многих профилей людей, с кем нам в Афлес довелось работать. Так интереснее рассказывать, чем приводить статистику. Короче, склихосовский. Вопрос из зала. А вывод-то какой? Нетехнарям на старте меньше платят, но в нетехнарском треке легче стартануть, если вы меняете карьерный трек. Так что, если вы выбираете вуз, учитесь на технарях. На нетехнаря сможете перейти позже. Если же вы меняете карьеру уже после универа, то не тратьте время на кодинг и высшую математику. В другой сфере вы быстрее и с большей вероятностью добьетесь результата. А вообще, нас всех скоро заменит искусственный интеллект. Пока это не произошло, присоединяйтесь к телеге ФЛЕС. Там будем обсуждать сопротивление машинам. Правда, недолго. Ссылка в описании. Увидимся. Да, кстати, там же в описании ссылка на обезличенные данные о зарплатах. Почитайте. Субтитры сделал DimaTorzok